The Eternal Cylinder поистине уникальная игра, и если вы в неё не играли, то я настоятельно советую в неё поиграть. Игра сама по себе атмосферна, но неотъемлемой частью игры становятся существа, населяющие планеты Цилиндра. И в этом ролике мы как раз таки изучим существ, обитающих на планете Цилиндра. Ну что ж, заваривайте чаёк, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. С самого начала игры мы встречаем главного героя, Трибуна. Трибун довольно низкая пищевая цепочка существа из-за малого размера, но у трибунов развит интеллект, благодаря чему у них есть своя культура в виде истории и строений. Трибуны по умолчанию имеют округлое тело, однако их тело могут иметь другие формы из-за мутации или места обитания. Их наиболее заметной особенностью является их удлинённая морда, которую они могут использовать либо для кормления, либо для переноса вещей. По поводу размера остановимся, ведь есть так называемые старцы и мудрецы, которые больше по размеру своих младших собратьев. Встречаются трибуны во всех биомах, и новорождённых трибунов вы можете пригласить в свою стаю. В жаркое саванне обитает амагор, глупое и довольно неуклюжее существо, но является грозным хищником саванны. Покрыт толстой кожей, но главная отличительная черта амагора – челюсти, которые обладают большой силой и могут прокусить любой панцирь. Имеет два развитых, похожих на человеческих глаза. Также имеет четыре лапы, которые используются как для передвижения, так и для закрытия пасти. В той же саванне находится высший хищник – взрослый танглигроб. Взрослый танглигроб является умным хищником. Стоп, но почему я говорю взрослый? Да, потому что у младших и взрослых танглигробов есть значительные отличия, так как при росте органин трансформируется, из-за чего взрослых и малых танглигробов сначала принимали как за отдельные виды. Взрослые особи способны распылять липкое и кислое вещество из мембраны, действующее и как ловушка, и как оружие. Благодаря мембране и задним лапам танглигроб способен развивать большую скорость, и поэтому бежать от него не такая легкая задача. Из жаркой саванны мы переходим в не менее жаркую пустыню. И там мы можем заметить, как над нами возвышается великий Гаар. Пустынное травоядное существо, настолько огромных размеров, что процесс его питания можно принять за песчаную бурю. То, что кажется его шеей с маленькой головой на макушке, на самом деле является хоботом, который он использует, чтобы вдыхать огромное количество веществ. Часть этого используется в качестве балласта, а остальное быстро выбрасывается. У Гаара три ноги, которые стоят в одном месте, а его тело удерживает в вертикальном положении, наполненный газом мешок. Этот мешок наполнен похудшим и ядовитым газом. Из жаркой пустыни мы переносимся в холодную тундру. И вдалеке мы можем увидеть какое-то странное трехголовое существо. И нет, это не Горыныч. И это вовсе не три головы. Знакомьтесь, Трипобаш. Трипобаш одинокий хищник, приспособленный к жизни в тундре. Поскольку его антенноподобные глаза почти не видят, он в значительной степени полагается на свое обоняние, используя три удлиненных рыла, чтобы найти добычу. И под этим хоботом прячется смертоносный клюв. Ну что ж, друзья. Игра The Eternal Cylinder поистине удивительная. Мы изучили пять существ из этой вселенной. И если вы хотите продолжения, то пишите в комментариях и ставьте лайки. Тогда я увидел, что вам это нравится и буду снимать больше. А обязательно переходите на мой телеграм-канал, в котором есть много чего интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.